ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! На связи Антиквар. Продолжаем играть в Darkest Dungeon на Кровавой Луне. Отправляемся на кладбище и видим, что количество смертей, количество героев, которые нашли здесь свой последний приют, удвоилось за последнюю серию. Но какие-то комментарии мне давать сложно. Вы, в принципе, сами всё видели. Кто не видел, посмотрите прошлую серию, прошлый выпуск по Darkest Dungeon. Ну и глядя вот на эту ситуацию, ты понимаешь, что встроить какие-то планы в темнейшем подземелье чревато для здоровья. И вообще прохождение этой игры. Как говорится, человек предполагает, а темнейшее подземелье располагает. Ну что, учимся жить в новых реалиях. Тем более, что пока ещё не всё потеряно. Так что никто последнюю решающую битву с мировым злом не отменял. Так, давайте обратим внимание на текущий игровой тайминг. Идёт 68-я неделя. Ну и коротко о планах, о том, что я вообще планирую делать в ближайшее время. Но прежде всего мы начинаем с похода на жуткого вопилу. Нам нужно вернуть наши тринкеты, хотя бы частично потерянные. Это, в общем-то, обязательно нужно сделать. Собрал я под это дело вот такую команду. Причём саму ворону я бить не буду. Почему? Потому что у меня нет персонажей, которые могут резать у ворота, без у ворота, бить по этой птичке. Бестолку. Поэтому я тут собрал такую команду на выживание. С одной стороны, есть весталка, хиллер. Есть воитель, который будет прикрывать персонажа, который будет в этом нуждаться. Ну и два крестоносца. Может быть, эти ребята развалят гнездо. Да? Хорошо. Что ещё? Что мы будем делать после этого? После того, как я записал прошлую серию, посидел, подумал, привёл в порядок растрёпанные чувства. Я бы понял, что команда из оккультиста, дрессировщика, чумной докторши и воителя не подходит для похода в последнее четвёртое темнейшее подземелье по причине того, что урон наносить, в общем-то, тут и некий. Так что идти на такие авантюрные шаги я не стану. Ну и в комментариях тоже часть зрителей поддержали эту точку зрения, что такая команда не подходит для этого похода. Лучше, учитывая, что времени у нас ещё много, собрать команду, подкачать её и уже более надёжно, более сейфово отыграть этот поход. Ну и у меня есть несколько вариантов, на самом деле, команд, которые я хочу видеть, да, ну не то, что даже хочу видеть, которые я предполагаю можно взять в темнейшее подземелье четвёртое. Ну, во-первых, я нанял прокажённого. Один из этих вариантов именно с ним. Я его тут немножко подкачиваю, да, как вы понимаете. Да, он третьего уровня, но учитывая, что у нас есть тринкет плюс 50% качкам решимости, подкачать его будет не так долго. Я думаю, что с этим я справлюсь. Ну, есть и другие варианты. В общем, пока мы идём на вопилу, а дальше смотрим, что делать. Нужно, наверное, Терезу будет подкачать, опять же, до уровня, именно до шестого уровня, да, чтобы взять висталку с собой. Так что дел много. Сразу же походу в последнее четвёртое темнейшее подземелье не будет. Реванш немножко отложим, подготовимся к нему, чтобы уже не налажать, как в прошлый раз. Ну и смотрим, кем мы пойдём на вопилу. Ну, во-первых, у нас вот такой супертерминатор, легендарный крестоносец Артур. Обратите внимание на его здоровье, да, 71. Это ещё при учёте, что мы взяли голову Дисмоса, который минус 10% здоровья делает, плюс 25 урона зато даёт. И урон 14-27 у него. Что, как вы понимаете, очень недурно. Ну, а такое большое здоровье, потому что есть фамильная бутылка. Плюс 25% к здоровью, очень недурно смотрится. Вторая позиция это Ричард, ещё один крестоносец. Ну, ему я тринкет дал, просто вот нечего было давать. Ну, я ему и дал на крит, да. То есть он у нас по критам специалист. Уклонение, конечно, пострадало, но что поделать. В третьей позиции Висталка. Тринкет на лечение у нас остался только один. Хирургическая подвеска вот такая. Ну, и плюс я и дал защитный чеснок, потому что тоже банально давать больше нечего. И в четвёртой позиции Петрович, воитель. У него щит стражника именно под четвёртую позицию. Ну, и коробка с Арией тоже самое. Давать больше нечего. По тринкетам просто беда. Ну, что же, и так очень долгое вступление у нас получилось. Давайте мы отправимся к жуткому вопиле. Второй поход. Первый раз мы уже ходили к этой птичке. В общем-то, я думаю, что и в этот раз всё у нас будет хорошо. Надо было, кстати, глянуть на то, как я это делал, да? Как я этот поход там совершал, потому что что-то я даже не посмотрел. Так, что нам вообще нужно? Давайте прям возьмём понемножку. Там бой-то будет недолгим, как мы знаем. Так, что ещё? Что ещё? Святая вода есть. Противоядие. Бинтики. Ну, а, по-моему, больше ничего же и не надо, да? Мы никуда не идём, там сразу бой начинается. Четыре раунда, и всё. Факелы. По-моему, цвет она не притушивает. Ну, давайте парочку возьмём просто для спокойствия, банально. Так, ну и травки. Ну, и травки. Четыре штучки, если что, дебафы поснимаем. Так, ну что, я думаю, всё должно быть в этом плане нормально у нас. Ну, давайте даже перестрахуемся, вот так сделаем. Да, погнали. Герой, переживший эту встречу, иногда приобретает уникальные черты характера. Ну, поглядим, что тут будет с нашими характерами, с нашими героями. Встречу, конечно, пережить хотелось бы. Так, а вот то, что гнездо-то она двигает назад, я что-то даже и как-то и не учёл, получается. Шанс попадания 57. Ну, будем пытаться. В дедулю, смотрите, она, да, прям по дедушке хочет попадать. Интересное, конечно, решение. Так, ну, давайте полечим нашего воителя. Тут его в пору защищать, слушайте. Ну, когда мы накладываем защиту, да, он же становится... У него плюс 30 защиты, получается. Поэтому, в принципе, всё равно мы это делаем. А здесь... Может попробовать её расковырять? Здесь вообще 42% попадания. Ну, давайте попробуем. Нормально, если мы так будем действовать, то мы можем даже в опилу и победить. Так, ладно, здесь продолжаем лечить дедушку. Он это заслуживает всем своим поведением. Здесь удар по крестоносцу, кровотечение. Так, тут можно уклонение, можно меткости. Вот, давайте меткости крит будем давать. Раз уж получается так, что мы бьёмся с вороной, 67% шанс попадания получше, прямо скажем. Надо, кстати, было святую водичку поливать на всех. Всё, надо как-то переставать торопиться. Я понимаю, что я постоянно об этом говорю. Но говорить это одно, а делать это другое. Продолжаем бафать на уклонение и криты. Ребятки, давайте как-то соберитесь. Как-то надо посильнее бить. Может, кстати, и ресталочку уже тогда атаковать, раз уж такая история, что... Может, мы уже подошли к какой-то черте, когда мы ворону можем и убить. Есть! Слушайте! Хух! Хорошее начало. Хорошее начало. Я просто, если честно, вообще не ожидал, что мы с вороной можем справиться. Но у нас шансы попадания видели, какие были. А мы по ней вообще ни разу не промазали. Ещё и криты выписывали изрядно. Ну, это здорово. Ну и смотрим на тринкеты, которые мы вернули. Мы вернули фамильное пальто на уклонение, голову Бористана, голову Джуни изумительно, да, священный свиток, солнечное кольцо, кольцо средоточения и два легендарных наруча. То есть, опять-таки, накидок зелёных, которые тоже были нашими потеряны, их нет. Ну, видимо, здесь что? Вернулись те тринкеты, которые я брал с собой в последний поход, в темнейшее, да, вот в четвёртое, где у нас была потеряна команда. Ну и смотрим, что у нас тут будет. Вороний глаз. Плюс 8 меткости, плюс 8 к шансу разведки. Заменена музыка. Интересно. Так, болезнь подлечим. Надёжность. Минус 10 урона от стресса. Заменена ненависть к мистике. Убийца мистики. Заменена сорвиголова. Напишет мне, мы говорили тебе, закрепи сорвиголу. Да-да, друзья, говорили, не закреплял, экономил деньги. Ну и какие-то полезные навыки в этой связи у меня пропали. Это правда. Так, ладно, что я делаю здесь? Я, во-первых, отправляю лечиться нашу висталочку. Сразу же мы этот вопрос закроем. Снимем артефакты, все тринкеты. Ну и как-то тут стало сразу полегче. Прибавилось тринкетов. И, в общем, вариативность артефактов, которые можно дать героям, заметно подросла. Так, что тут у нас хорошего-то? Хорошее все уже у нас забрали, да? Так, ненависть к нежити, убийце зверей, убийце мистики. Наверное, нет. Слушайте, у нас неделя прошла. То есть, поход к вапеле это полноценная неделя. Понят, 69-я на дворе. То есть, у нас обновилось все, дилижанс и так далее. Так, под одной стратегией, которую мне советовали под темнейшее подземелье, мне нужен крестоносец. Но крестоносец не приходит. Поэтому что мы делаем? Вообще, рабочий вариант давайте я вам озвучу. Команда, которую я хочу взять в темнейшее подземелье. Это у нас будет прокаженный. Это у нас будет разбойник. Знаете, я вот выбираю между дикаркой и разбойником. Разбойник, то есть, он когда будет прокаженным, он может использовать свой неприцельный выстрел. То есть, это не ситуация со щитоломки, когда они двигали друг друга бестолково достаточно. То есть, он может делать неприцельный выстрел. А с другой стороны, дикарка это больше такого гарантированного урона. Поэтому я задумаюсь. То есть, на первых двух позициях эти ребята будет еще у нас хиллер. Ну, я полагаю, что все-таки весталка. Вряд ли это будет наш оккультист. Хотя, ну, в общем, короче, я пока в замешательстве. Пока я не знаю, кого я буду брать. Еще кто-то же нужен, да, мне нужен в одну позицию. Пока мы давайте, что сделаем? Мы отправимся качать вот этих всех ребят. Возьмем с собой еще и Терезу, чтобы у нас был хиллер. Понятно, она второго уровня. Но, в общем-то, что поделать. Так, смотрим. Ладно, еще раз. Могу ли я здесь кого-то вытащить полезного для себя? Слушайте, а можно качать еще и... Можно, знаете, что сделать? А можно качать еще и мушкетерку. То есть, ее поставить в четвертую позицию. Как раз это хватает урона, да, добавляет. Мне кажется, вот это интересный вариант. То есть, придется подольше покачаться. То есть, сейчас мы идем в зеленый поход. Да, есть ли зеленый поход средний? Есть даже долгий, слушайте. Банда на смешение, арбалетчица. Отравляющий ранец. Долгий. Ну, как бы с другой стороны, почему бы и нет? То есть, мы что делаем? Мы делаем так, так, так и вот так. Какой-то такой довольно-таки странный состав, странный поход. Но должно быть нормально, на самом-то деле. Может не ходить прям в долгий, пойти в средний. Хотя долгий поход это больше очков решимости, что тоже неплохо. И Терезе мы дадим что? Мы дадим ей, где у нас тринкет? Вот, плюс 50 очков решимости. И мы ей дадим самый мощный тринкет, который есть на отхил стресса. Плюс 30 лечащие навыки. А где ее свиток? Здесь плюс 33, да, но минус урон. Священный свиток. Нужен мне урон от нее? Ну, в принципе, 30-33, разница-то невелика. Ее мы вот так закачиваем. Теперь, что мы делаем с антикваркой? Ее, наверное, мы ей меткости дадим. Плюс. Плюс, плюс, плюс. Что хорошего мы можем ей еще дать? Точнее, не меткости, а уклонения, конечно же. 15 от пальто и... Десятка от мешочка жемчужин. Так, и здесь, я думаю, может псаря все-таки вот так поставить. Висталка, понятно, будет лечить только группу. Ну, и ничего страшного, нормально. Мне это подходит. Правильно. А псарис может отлечивать стресс. Ну, какое-то лечение будет еще у нашей мушкетерши. Да, думаю, нормально. Вот так мы пойдем. Так, ладно, по тринкетам давайте мы разберемся. Давайте разберемся с тринкетами. Так, здесь есть, здесь есть. Псарю. Что-нибудь, псарю. Минус 5 меткости. Такая себе история. Минус 5 меткости, да? Так, что я ему хотел бы дать? Ну, наверное, мы ему тогда меткость повысим. Понятно, что за счет уклонения. Но что поделать? Это нужно сделать. И урон ему просто дадим. Наверное, так, нужно больше урона. Ясно, что псарь не дэмэдж дилер. Ну, как есть. Это уж как есть. А можно дать вот такое еще колечко, да? Но тут мы не теряем скорость и получаем еще дополнительно немножко меткости. Ну, нет. Тут, в общем, урон наносить особенно некем. Да, есть арбалетчица, но тоже у нее не сказать, что прям... Арбалетчица. В смысле мушкетерка. Кстати, первый раз играю за мушкетерку. Или нет? Я что-то не помню. По-моему, у меня не было мушкетерок. Тоже давайте ей урон дадим. И давайте ей еще что мы дадим. Наверное, вот такое колечко, да? Наверное, так, слушайте. Ну, вообще, это зеленый поход. Я не думаю, что здесь у нас должны прям возникать какие-то проблемы. Или вот так лучше. Да, наверное, вот так я сделаю. Наверное, я сделаю именно так. Хорошо, теперь надо подумать, что по навыкам. Давайте смотрим. Что касается нашей антикварки. Все под первую позицию. У нее уже стоит. Хорошо. Теперь. Теперь наша весталочка. Вот это мы выключаем. Вот это включаем, да? Вот это включаем. Лечение группы. Снимать незаметность в зеленых данжах неского. Сама баф, да? Можно еще поставить. Ну, к примеру. Почему бы и нет? С другой стороны. Так, хорошо. Псарь. У нас все наняты. У них все навыки-то прокачаны. И прям красота. Не дать, не взять красота. Можно метку сделать, чтобы арбалетчица могла, да, в том числе поработать более убедительно. Ну, и давайте сама хил возьмем на всякий случай. Что касается арбалетчицы. Плюс 70 урона, так-то против отметки. Очень недурно. Что я еще и беру? Надо посмотреть. Уже 100 лет не играл за этот класс. Ничего не помню. Так. Дебаф по двум задним рядам. Здесь отметка. Минус 25 уклонения. Здесь карптич по первым двум позициям. Модификатор урона минус 50%. Усиление себя плюс 4 скорости. Пистолетный выстрел. Случайная цель. Так, случайная цель, да, если будет в первой позиции кто-то. Вот это мы берем еще. И стрельба на скидку. Ага, это снятие незаметности. О, вот это классно, конечно. Снятие незаметности. Игнорирование незаметности. Факел плюс 5. Да, это сильная история. Ну, с другой стороны, мне не нужно снимать незаметность, да, получается. Вот так, что ли, сделать? Ну, давайте, давайте, наверное, так. И нужно посмотреть, что у них там по прокачке. Так, у меня все внизу, куда-то я полистал. Так, тут максимально, максимально, максимально. Да, и тут деньги тратить не приходится, но это приятно. Хотя денег у меня по этой части все в порядке, да. Здесь максимум, максимум. А здесь то, что нам нужно, тоже подкачано. Замечательно. То есть, в принципе, мы готовы. Ну что, давайте думать, давайте смотреть. Где наш прокаженный? Нужно ли что-нибудь тебе еще тут отличивать, закреплять? Давайте ненависть к мистике ему закрепим. Если мы пойдем в темнейшее подземелье к предку, им это будет очень недурно, да, очень будет полезный навык. Поэтому мы на всякий случай его закрепляем. Да, дорого, но я могу себе позволить. Ну, и я думаю, на самом деле, насчет оккультиста, брать его или нет. Насчет муромца тоже у меня есть замыслы. Урон, сопротивление, странные вкусы. Ускользание, равновесие, музыка, антиреструин, расхититель заповедником. Ну, тут разве что ускользание закрепить можно. Давайте тоже это сделаем. Тоже это сделаем. Деньги эти мы сейчас отобьем. Тут, в общем-то, сомнений никаких нет. Ну, и отправляемся в бухту. Длинный поход. Так, да, 69-я неделя на дворе. То есть, следующая будет 70-й уже. Обалдеть, как время летит. Прямо. Ну, ладно, нам, по сути, до конца, до отключения счетчика, нужно сделать один поход. Нужно к нему хорошо подготовиться, поэтому пошли к нему хорошо готовиться. Ну, и для начала закупаемся припасами. Еду берем по полной. Бинты. Ключи. Как-то так. Что нам нужно еще в бухте? Факелы, ясное дело. Я думаю, вот так мы возьмем. Травки. Нужны. Можно даже вот так взять, немножко с запасом. Так, ключи, еда, факелы есть, бинты есть, травки есть. Противоядие там особо не нужны. Лопата. Думаю, что-то же нам еще прямо надо. Лопаты нам еще точно нужны. Ну, и, по-моему, все, да? Противоядие не беру. Святую воду, ну, не беру, потому что, потому что некуда. И так у меня все забито. Настойку опия тоже не беру. Да, погнали. Все нормально. Поискать артефакт. Даже артефакт там поищем. Может, кстати, найдем. Да. Отправляемся. Давненько мы не были в бухте. Все как-то темнейшее подземелье, темнейшее подземелье. Ну, для разнообразия разбавим наш путь. Конечно, хотелось бы уже к вампирам ходить, победить предка, но... Не случилось у нас сразу победить предка. И сразу же лопатку мы тратим. Нам показывают, что чувак... Лопаты будут тратиться. И сразу же встречаем неприятных противников, да? Прямо вот одних из самых, которых только можно встретить. В количестве 4 штуки они, конечно, жесткие. Но... Я рассчитываю, что все должно быть нормально. Учитывая сложность, на которой мы все это делаем. Так, 4-6. Едничка урона. Ну-ка. Нормально. Критует наша Аделька. Минус 1. Здесь критует по нашему царю. Ладно. Так, вот вы жестко, да, решили с нами играть? Эх, единичка жизни осталась. Это как-то, конечно, несерьезно. Так, ну тут надо начинать лечиться. По 4. Не густо, прямо скажем. Ну и да, и антикварка должна, в принципе, уклоняться. Мушкетерша. Молодец. Хорошо себя показывает для начала. Меткость порезать им, может, промахнется. Да нет, надо, наверное, просто бить. Отлично. Снова крит, еще один от Адельки. По ней попадают, смотрите. Больно. Вообще-то больно, если что. Здесь просим защиты у мушкетерша, просто потому, что она еще не битая. Здесь сама хил. Хил группы, конечно, слабоватый получается, да, но жизни просто мало у нашей антикварки, поэтому каждый удар по ней кажется, что у нас прям очень много выбили. Ну ладно, можно теперь его и добивать. Еще один хил, и все. И добиваем этого парня. Стресс отлечивать не будем, по сути, его у нас нет. Хорошо. Первый бой прошел на высоком идейном уровне. Так, тарелочку забрали, деньги забрали. Ну давайте герб пока заберем. И смотрим, что же будет дальше. Дальше застаем врасплох, в том числе сектантку-ученицу. Что не дурно. Мне нужен, слушайте, свободный слот, поэтому давайте есть вкусняки наши. Здесь кого? Наверное, тебя мы оглушаем. Отлично. Еще один крит. Да, хорошо. По критам прям у нее порядок. У нашей мушкетерши. Вообще мне она начинает нравиться. Арамиска. Такое, конечно, имя попросил дать один из зрителей. Интересно. Неоднозначное. Ну понятно, откуда оно проистекает, я думаю. Так, хорошо. Хорошо. Крит, правда, прошел. Это вот уже похуже, да, история. Ладно, ничего страшного. Продолжаем отлечиваться. И здесь, что мы продолжаем делать. Здесь можно дать минус точность. Еще и метку на минус защиту повесить на тебя. Ну и погнали. Яд вешать, пусть он у нас не очень сильный, но все равно достаточно действенное оружие. Ну нормально так, если по 17 кусать. Тут не дать, не взять. Очень неплохо получается. И 3 единички жизни остается. Раз он по нам пробьет, не попадет и потом уже просто отъедет от яда. Наверное, надо стрелять в морского окуня. Товарищ противный, шутки с ним плохие. Поэтому будем стрелять и добивать пасарем. Эх. Ну да, я сам сказал, что добивать будем пасарем. Так что что удивляться, что наш антикварчик решил его не добивать. Удивляться нечему. Сам попросил, сам получил. Все нормально. Так, это у нас баф. Да, баф мы даем, давайте. А, это не баф, это снятие стресса. Слушайте, а что-то я думал, что баф. Нет, снятие стресса. Понятно. Баф это рыбью идол, да? Но туда нужно... Обязательно нужна святая водичка, которой у нас нет. Ладно, погнали дальше. Так, сундучок. Открывается лопатой. Не можем себе этого позволить. Лопат мало. Так, вот здесь можем позволить отличить себе стресс. Правильно? Ой, стресс. Отличить негативный квирк. У кого есть что-то прям нехорошее. Ну, давайте попробуем пасаря отличить. Хотя, подождите, пасаря мы не планируем брать в темнейшее. Да, у нас и есть пасаря один, да? Давайте мы у мушкетерки. Отлечим страх людей. Это хорошо. Предок, как бы он... Как бы это странно не звучало, по-прежнему человек. Так что... Нужно нам обязательно этот негативный квирк удалять. Так, ну и надо добивать стресс-дилера. Это тоже понятно. Хорошо. Да, давненько я не был и в бухте, и... В зеленых данжах давненько не был. Когда, конечно, тебе кровотечение накладывают по единичке за раунд, это... Ну так, вызывает легкую улыбку, да? Ну, потому что уже привыкаешь к тому, что... Все гораздо серьезнее обычно. При нанесении тебе урона врагами. Но тут именно так. О как, фокусить, смотрите. Нам... Висталочку. Ладно. Фокусишь, значит, да? Ну... Будем с тобой бороться самыми решительными способами. Так, надо косточку все же подъесть. Полечились, и давайте уже заканчивать этот бой. Хорошо. Арамиска просто красотка. Я прям влюблен в этот персонаж, да? Чем дальше, тем больше. Святую воду выпили, гербы забрали. Все, места в инвентаре нет. Это тоже понятно. Ладно, сейчас мы еще факелы потратим, что-то тут освободиться. Так, масштаб. Не нравится мне. Ну что, наверное, сначала давайте вот это крыло зачистим. Нам все равно зачищать все, поэтому... У нас тут вариантов нет. Так. Рубинчик вместо чего? Вместо гербов. Наверное, да. Наверное, да. И наш тераксор. Кстати, я не отметил имя. Замечательное имя мне предложили. Ловушки на этом уровне. Темнейшего может, конечно, обезвреживать просто замечательно. Безо всяких проблем. Сто процентов вероятности успеха. Так, здесь тоже у нас заходит заставание врасплох монстров, что, конечно, замечательно. Так, все, тетя отъедет теперь сама по себе. Можем стрелять в шамана. И еще и мушкетерка его сразу же убивает. Отлично. Первый раунд, в котором мы заставили их расплох, минус все враги. Это всегда приятно. Ну и да, и вот эта вот забава людей в бухте, попади по антикварке. Она, конечно, вызывает умиление. Так, минус защита. Ну и давайте, наверное, тебя потравим чуть-чуть. И дадим тебе по голове тяжелым угловатым предметом, именуемым в народе булавой или палицей, если восходить к славянской традициям. В общем, как бы этот предмет не именовать, получить им по голове всегда неприятно. Больше я могу сказать с уверенностью. Так, отлично. Минус один товарищ. Минус второй сейчас будет, да? Да, замечательно. Они издеваются, да? Еще и тринфит дали. Ну, правда, такой себе тринфит, но продать-то его можно было бы. Деньги, деньги вот мы не находим. Ну ладно, это все минус на минус пока. Пока мимо нас. Хотя, слушайте, можно, наверное, сделать вот так. И что-то забрать. Например, лапку. Давайте лапку и заберем. Да, нормально. У нас же еще два привала, где мы полностью факел разожжем. Ловушка. По нам не попадает. Голод. Голода мы не боимся. В этом плане мы подготовленные, запасливые. У нас все хорошо. Еды больше, чем мы можем себе позволить. Так, не застаем просто плохо врагов. Значит, это повод, чтобы съесть косточку и сгрызть сразу же с первого удара. Эту неприятную женщину. Дебошира. Встан. А то будет сейчас, пусть и не сильно, но все-таки вешать на нас кровь. А зачем нам это? Мы не хотим. Ну и добиваем. Супер. Слушайте, арамиска, правда, просто, конечно, показывает себя изумительно. Надо ее качать. Она вот говорит мне, как будто, бери меня в темнейшее подземелье. К предку. Ну, если не придет мушкетер, ой, мушкетеры, если не придет ко мне, как его зовут, крестоносец быстро, то, наверное, я такой командой и пойду. Где будет один хиллер, мушкетерша, прокаженный, ну и, наверное, разбойник. Все-таки я склоняюсь именно к варианту с разбойником. Он мне нравится побольше за счет его неприцельного выстрела. Можно там нормально поковырять. Урона, да, там подписывать. Здесь пистолетный выстрел, лечение, приводим себя в форму. Можно, кстати, в кои-то веке повыть собачником. Минус 4 единички стресса. Пока, конечно, это очень нестабильный навык, да, на этой уровне прокачивания. Ну, ничего страшного. Ну и все, минус защитник. Движемся дальше. Бутылочку употребим. Хотя можно было и с собой взять. Ну ладно, пока берем с собой гербы. Разведка. Ну, мне нужно сразиться, да, во всех комнатах. Поэтому мне сюда-то и не надо, получается. Погнали-ка мы обратно. Обратно сходим вниз. В секретную комнату нужно будет зайти уже, видимо, потом. После того, как мы здесь все зачистим. Или как правильнее сделать. О, как. Ничего себе тут. Толпа бандитов что-то здесь забыла. Уж не знаю, что они хотят здесь найти, пока они нашли здесь неприятности, откровенно скажем. Стой, никуда не ходи. Тебя же и режем. И тебя добиваем. Все-таки интересно, чем вызвана вот эта страсть. Желание ударить по антикварочке, тем что у нее здоровья мало. Ну, здоровья мало, это еще не все. Зато ловкости много. И умение уворачиваться. Более чем эффективно. Ну, давайте мы стрелка добьем в любом случае. Слушайте, у нее просто так шанс критического выстрела даже с надцать процентов всего. Но она критует-то часто. То есть не сказать, что это какая-то прям такая редкая история. Да нет. Прям вообще она нормально криты выписывает. О, как. Хорошее лечение от висталочки. Убедительное. Здесь можно дать немножко порошка. Оп. Сработал порошочек. Припорошили глаза врагу. Отлично. Отлично. Продолжаем разговор. Ну, видимо, статуэточку вместо герба. Да, и идем дальше. Давайте пока тут ничего не поднимать. Нам нужно дойти вот до этой комнаты. Разведочку бы. Но нет разведки. Опа. Зато есть коллекционер. Давненько не было, да? Косточки мы все съели. Бывает. Бывает. Сигнал сбора. Давайте висталочкой оглушать вот этого товарища. Ну и тут стреляем. Хотелось бы, конечно, как-нибудь выстрелить с критом. Ох ты, как он полечился-то. Вот зараза. Прям реально зараза. Охрана. Это ты молодец, конечно. Это вот ты молодец. Ну, давай еще сюда тогда оглушение кинем. Почему бы и нет. Хорошо. Крит. Молодец, мошкетерка. Прям молодец, конечно. Не оглушили ее. Это тоже позитивный момент. Сколько мы тут накидали на него всяких дотов? Ну, порядочно уже. Так, тут сопротивление к оглушению. Сопротивление к оглушению. Можно тебя поглушить, в принципе. Тоже, наверное, будет не лишним. Пока с коллекцией. Угу. Единичка жизни. Классика. Ну, в общем, все. Коллекционер отъехал. Это понятно. Просто, ну, можно его и добить. Да. Хорошо. Камушек мне дали. Вместо чего? Вместо рубина. Ну, наверное, да. Тринкет-то подороже. А еще мне, знаете, друзья мои, по поводу комментариев. Я иногда какие-то вспоминаю. У меня флешбеки пишут комментарии, когда на тему того, ой, ты столько камней выкинул. Там ты мог столько денег принести. Ну, знаете, когда ты получаешь первый камень, находишь где-то... Вот рубин я нашел. Я вообще не уверен, что я еще хотя бы один рубин здесь найду. Вот вообще не факт. Да, их может быть пять. А может он так один и остаться, и у меня будет слот забит камнем на 1250. Ну, тут это как бы рассуждать об этом можно, но это, ну, скажем так, довольно странное занятие, как по мне. Так, ладно, здесь минус ты, хотя минус ты тут есть, он раб утонувший. Наверное, в раба... Ну, хорошо. Так хорошо. Так можно, да? Раба сразу, если убрать, можно и стресс-дилера тоже убить. Ну, и тут опасного самого парня в плане нанесения урона в этой группе, морского окуня, мы встанем. Угу. Ну, и погнали уже по знакомой схеме. Накидываются тут доты разнообразные, да, кровотечения и все такое прочее. Давайте мы гарантированно морского окуня сейчас пристрелим. Хорошо. Молодец. Арамиска просто MVP этого похода. Ну, можно и сюда еще метку навесить. Тоже будет, наверное, не лишним. Вот у нее 11% шанс крита, да, но она опять бахает крит. Респект и уважуха. Тут ничего не скажешь. Да, после прошлого похода, конечно, этот выглядит пока, как знать, такая психотерапия. Приводим расшатанные нервы в порядок. Учимся жить с тем, что мы понесли определенные потери. В этом плане, конечно, полезный поход с любой точки зрения. Ну и пробуем свисталочки немножко стресса снять. Да, чуть-чуть сняли. Хорошо. Ну и вроде все здоровые. Добивай. Так, здесь, ну, наверное, ничего не берем. Все мимо нас в данном случае пролетает. Идола тоже не трогаем без святой воды. Возвращаемся обратно. Нужно привал где-то устроить. Ну, можно вот сюда дотопать и устроить. Нет, тут, по-моему, можно и болезнь какую-то поймать, если без противоядия это делать. Вот шанс не очень большой, но он есть. Ну, значит, зачем нам это нужно. Значит, нам это не нужно. Не будем рисковать. Так, деньги. 700 монет. Некуда положить. Ну, некуда положить. Как бы еды много, да? Ну, нам еще некоторое время и побродить нужно. Ладно, давайте мы вот так сделаем. Сейчас есть будут. Вот. Это знакомая история. Это мы такое уже видели. Неоднократно. Так, ну ладно. Привалы можно устраивать на самом-то деле. И без... Ну, то есть, с двумя единичками пищи вполне себе тоже привал. Не обязательно объедаться, да? По полной программе. Так. Голоса слышит. Висталочка угасающий. Ну, и что ты вот его потрогала? Да, это надо отлечивать, конечно. Минус 2 скорости, минус 5 уклонения. Это одержимость мистикой, да? Я так понимаю. То, что она полезла к этому камушку. Ну, конечно, вы теперь есть хотите прямо. Ой, ну вот правда. Выкини, да, один раз. Еду, и вот будут тебе такие истории. Так, что, ищем артефакт? Хороший давай. Ерундень какая-то. Кровавый талисман. Мда. Так, ладно. Не пошло у нас. Смотрим, что мы тут умеем. 6-3-6. Вот это давайте дадим. А защиты от ночных нападений у нас нет. Понятно, понятно. Сейчас нас могут подперемешать, да? Давненько этого не было, но в данном случае... Что-то я... Слушайте. Я так привык, что у наших... А, как нету. Это же не только заставать врасплох, да? И сопротивляться этому. Но и защиты от ночных нападений на взор кончий. Да, тогда все нормально. А то я просто говорю, привык так, что у псаря с этим... В этом плане все нормально, да? Когда в группе у тебя псарь, то проблем с ночными нападениями вроде как не возникает. Так, нужно ли нам тут лопату тратить? Я вот не уверен. Просто... Давайте попробуем обойти это дело. Да, мы сейчас, конечно, тут нацепляем слегонца стресса. Хотя... Даже и стресса особо не нацепляли. Лопаты две. Может быть много достаточно этих штук еще. Завалов. Две еды. Это приятно. Деньги. Пока противоядие, что ли, взять? Или нефрик лучше? Нефрик. И 3,75. У нас 5 в этом, да? Ну нет, мы кучей денег больше просто набираем. Свет прожигатель и сталочки, что ли? Так, здесь у нас что? Давайте ядом вот сюда. Одного из них надо, естественно, убить. Тебя мы встанем. Плюс свет. Тебя мы добиваем. Хорошо. Нормальный первый раунд. Рассол. Угу. Варамиску нашу решили рассолом плеснуть. Это к чему? Ну, продолжаем. Встанет. Смотрите, даже прошел он. Были сомнения на этот счет, но нет. Все нормально. Все прошло. И печаль и радость. Здесь ходим просто, чтобы походить. Лечить некого. Тут добиваем. Угу. Отлично. Статуэточка еще одна тоже хорошо. Все, остальное некуда. Можно против... Ну, давайте вместо противоядия. Противоядие это как бы вообще довольно-таки бесполезно. Так, здесь мы что делаем? Слабость. Минус 20 получаемое лечение. Да, тоже не очень. Прямо скажем. Пусть она будет у нас чистенькая, как младенец. Да, наша арамиска. Только что появившийся на свет. Прямо вот. Не обремененная никакими негативными чертами. Так. Ты все. Ты почти все. Да, сейчас мы это дело оформим окончательно. Ну и тут что? Ну, давайте вот это врезать. Так. Здесь теперь что мы делаем? Стреляем. Что мы тут можем делать? Тут снимаем защиту и добиваем морского окунька. О, как. Неплохо. Неплохо это было. Очень солидно так, да? Слушайте, если мы стресс не отлечим, на самом деле пасаря-то можно двинуть и вперед. Я так думаю, что без талочки имело возможность отлечивать посерьезнее. Да, чтобы не только на группу поставать, но и как-то по всем. Ну, точнее, и как-то адресно. Не только по всем, но и конкретного персонажа. Да не будем мы здесь задерживать. Спокойно. Сейчас мы его разберем. Все уже. Я начал его бить. Видите? Активно. Здесь меточку. И здесь погнали бахать по морскому стражу. Не попадает. Ну, все. Сейчас мы его добиваем в этом раунде. И движемся дальше. Бодро, с улыбкой, весело. Насколько это возможно в условиях темнейшего подземелья. Так. Так. Купчи. Да, по-моему, мне уже особо не надо, да, если мы не берем здание в предместьях. Но там столько всего надо, что даже специально что-то собирать как-то не особенно и хочется. Ну и рубинов все нет. Я напомню тему, да, вот этим вот любителям посчитать камни. Вот мы уже сколько протопали, у нас бы рубин лежал один. Сапфир. Сапфир туда же, да, не берем мы его. Он еще и дешевле. Содержимое наше. Супер. Зато у нас уже 15 тарелочек. О как. И тут препятствие, да. Ну, тут зато мы его не трогали, поэтому у нас лопата-то все равно осталась сохраненная. Так, барельеф. О как. Теперь ты. Ну, он может, да, и положительные же давать. Не только отрицательные эти барельефы. Здесь кусаем этого товарища и дорезаем сразу же. Так, нормально, нормально. Начали этот промахивается. Ну, неплохо. Все более-менее пока, да. Еще минус один. Здесь еще цвет пока чагарим. Ну, и давайте его добивать. Нет, смотрите, он нас решил обогнать. В этой связи и дать по нам тут еще и урон, да, по висталочке. Ну, ладно. Мы тогда полечимся, с твоего позволения, раз так себя неприлично ведешь. Он умрет от кровотечения, поэтому можем еще стресс отлечить. Так, ладно, погнали дальше. Что у нас тут? У нас тут сейчас бой. Впереди осталась одна лопата. Но тут пока вроде не видать, да, еще завалов. Тут один, в других местах не видим. Что мы делаем здесь? Ну, давайте разбойника стрелка. Пытаться выключать из игры. Пять здоровья, да, словно, как-то не добили, да, получается. Ну, давайте добьем, чтобы уж хоть кто-то не ходил. Ну, и тут тебя оглушаем. Смотрим, что сделает толстяк. Хлещущий ливень. Такой неприятный человек. Обижает нас по полной программе. Кровь будем останавливать, короче, всегда. У нас что-то такой переизбитых бинтов, что беречь их точно некуда. От слова совсем. Ну, тут всех полечим сразу же, чтобы у всех вот эти крохи здоровья, которые не хватают, восстанавливались. О, как! Притонул по нашей арбалетчице. Ну, что если мерзавец? Вот, посмотрите на него. Кто он после этого? Как есть мерзавец? Ну-ка. Вот. Хорошо. Здесь бинтик пошел. Отлично. Еще дебафчик на тебя. Еще отхил стресса. И отхил здоровья. Что-то отхил стресса не долетает до нашей мушкетерши. Как-то это даже неприлично. Ну, этот товарищ промахивается. Мы его надебафли, конечно, на меткость. Сколько вот у него тут? Минус 22 меткости. Ну, все равно приятно. Давайте долечимся, что ли. Почти, да? Почти долечились. Ну, и первый сундук, если я ничего не путаю. По-моему, до этого мы сундуков не встречали. Так, пусть пока постоит. Кстати говоря, тут у нас что-то есть. Комната пустая, есть диковинка. Ну, давайте до диковинки. Добежим. В мешке добычи. 400 денег не влезло. Надо привал устраивать. Вот что я вам скажу. В комнате с сундучком. Как раз время пришло. Так, тут на 4 не имело смысла, да, устраивать, поскольку они все здоровы. Или на 8, чтобы стресс отлечивать, но 8 это мало ли. Вот сейчас бы я 8 съел, и они оголодали бы все 15 раз. Так, давай артефакт хороший. Давай, Аделечка, ну, пожалуйста. Спасибо, Адель. Я знал, что на тебя можно положиться всегда в таких вопросах. Так, здесь отлечиваем. Здесь защита от ночных нападений. И еще 2 единички, да, осталось. 1, 7, 50 урон от стресса. Нормально. И давайте смотреть, что было в сундучке. Травки, деньги, тарелочка. Ладно, нормально. Нормально. В принципе, кстати, можно уже еду-то и выкидывать, наверное, да. Я думаю, что... Хотя потом мы будем идти возвращаться в секретную комнату по пройденным вот этим коридорам, по этим тоннелям, а в них-то голод срабатывает, как показывает практика, прям вообще замечательно. Такое впечатление, что они как будто вообще никогда не ели. У меня складывается именно оно. Так. Застали врасплох. Вражи. Минус 1. Тебя станем. Можно, кстати, факел выкидывать. Вот что можно, одну связочку, да, вот эти остатки. На девятку, смотрите, как у нашей висталочки. Серьезно, ну да. А по Адельке попали в первый раз, я помню, да, вот когда мы только зашли, по ней нормально так глупили. А после этого, я не помню, были попадания по антикварке или нет. Как-то она так уворачивается прям на грани самоотречения, что просто любо-дорого. Так, ты стой. Думай о прекрасном. Ни в чем себе не отказываю в этом смысле. Тут можно тебя и ударить. Здесь давай еще стресс. Можно сказать, стресса ни на ком нет. Да, в этом плане, конечно. Все у нас в порядке. Ну и все, продолжаем наш путь. Вот. Сапфир 2. Второй, обращаю ваше внимание, было бы уже 2. Так, а вот тарелки все, уже складывать некуда. Одна тарелка стоит 500. Ну, мы вместо факелов ее и берем, что у нас по свету. Сотня, да, единицы освещенности, поэтому разжигать ничего смысла не имеет. На ручь война, понятно, тоже мы пропускаем. Эту штуку мы пропускаем. И здесь у нас бой, да, с шаманом, со всеми вот этими делами. Это, знаете, сидят персонажи в Гамлете, да, вот в этом, где там сидят они в таверне или где на постоялом дворе. И там, псарь говорит о Дельке, да, о антикварке. Пойдем в бухту, наловим окуньков. Она говорит, да, пойдем. Люблю, знаешь ли, половить морских окуньков. Ну вот они собрались и под это дело еще несколько товарищей приспособили и погнали окуньков ловить. Так, нормально, минус стресс дилер, этот тоже не ходит, защиту тут навешивает. То есть бьет нас только один в первом раунде, ну и правильный выбор цели. Антикварка. Добиваем. Здесь метка. Вот, попали, смотрите по антикварке. Ну у нее, правда, а сколько у нее жизни? 20 всего. Ну, конечно, когда попадают, у нее прямо это, она проседает, да, по хп. Давай, псарь, позащищай ее, что ли. Ну давайте полечим. Всех, кого нужно, можно и так далее. Так, здесь. Погнали, яд что ли вешать. Нормальный укус. Дубинкой сейчас он вот езжает, ну и добиваем окунька как раз из комово, за которым мы в бухту и отправились, как свидетельствуют некоторые источники. Так, здесь. Ну давайте сразу полечим. Слушайте, а стрессы вообще, да, по нулям? Прикольно. Мне нравится так входить в бухту. Так, разведочка пошла, сюда нам и не надо. Ну давайте, наверное, сделаем вот так. Продолжаем поход. Дойдем все-таки вот до этого. Ну естественно сразу голод, это мы все проходили. Вот до этой вот шкатулочки употребим лопату по назначению. Так, наконец-то добыча. Я с тобой согласен. То все такое впечатление, что мы непонятно вообще, зачем тут ходим. Просто непонятно. Ну и все, да, возвращаемся к секретной комнате. И в принципе можем уже после этого топать в Гамлет. Так, пища у нас на два приема. Идти нам, ну, порядочно нам идти. Учитывая, какими они прожорливыми становятся в какие-то моменты. Давайте свет что ли погасим. Так. Голод. Не, ну, даже если они захотят кушать третий раз, ну, получат они стресс там урон какой-то. Это, в общем-то, не страшно. Вообще, по идее, не должны. То есть здесь, может, еще, да, сейчас захотят перекусить. И... Ну да, все они, все нормально. Тут у нас диковинка рыбий идол. Ду, да, если мне память не изменяет. Так. И ключиком, что важно. Смотрите, мы даже купчей набрали. Полный, да, этот, шесть штук. Ну, и здесь выкидываем, что не нужно-то. Еда пошла. Ну, и какие-нибудь... Какие-нибудь факелы. Ну, наверное, так. Так, ну, ладно, давайте возвращаться в город. По деньгам, не дурно, 35 тысяч. Еще 7500, да, за сам поход. По прокачке все на третий уровень. Изумительно. Разброс. Хроническая болезнь. Хиломания. Разрыв мышцы. Понятно. Ничего хорошего. Вроде мы в таком порядке вышли, да, по стрессу и по здоровью. А видите, все равно тут. Но главное, что все на третий уровень перешли. То есть, проблема хилера. То, что не придется нам брать с собой в походы неподходящего персонажа. Так. Ну, что у нас хорошего-то? Дайте крестоносца прокачанного. Угу. Прямо двоих сейчас мне дадут прокачанных крестоносцев. Держи карман шире, это называется. Так, а я же еще, да, тут жду щитоломку кристаллическую. Но тут тоже ничего хорошего. По этой части нам не предлагают. Соответственно. Поскольку у меня по деньгам проблемы, в общем-то, уже нет как таковой. Да, давайте-ка мы прокачаем кибитку на приход. Вот, тринкетов. И я думаю, что мы сможем здесь что-нибудь купить-то неплохое. Стоит, конечно, вот редкие тринкеты. Ну, достаточно дорого. Но мы можем еще их удешевить немножко. Но если придет что-то хорошее, я определенно куплю. Ну, куда мне? Да, конечно, сейчас будут какие-то деньги уходить на прокачку героев. Но они не такие большие. Я думаю, что могу это себе позволить вот совершенно точно. Так. Надо понять, что мы теперь делаем, да? То есть, будем кого-то брать здесь или нет? Я даже не знаю. Может, весталочку взять просто за тем, чтобы она была нулевого уровня? Ну, а почему нет? Да, чтоб сидела шут. Ну, я даже не знаю. Нулевого уровня это просто как-то совсем жестко. Ну, мы же когда, да, берем кого-то, мы можем потом просто уволить. Нам же не обязательно ее куда-то качать, если нужно будет место в списке. А пока ничего такого не предмедится. Поэтому, наверное, как-то так. Терезу бы отличить, конечно. Конечно бы отличить. Так, ладно, нам нужно снять все тринкеты прежде всего. По редкости отсортируем. Все у нас тут хорошо по этой части. Более-менее, по крайней мере, да? Что еще? Нужно понять вообще, куда мы пойдем. Ну, ясно, что зеленый поход нам теперь не нужен для прокачки. Нужен оранжевый. Вот есть долгий. Ну, долгий поход хорошо. Тут больше очков решимости дают, да? Ну, в принципе, да. Берем арамиску. Берем какого-нибудь балдуина. Ну что, картушу все-таки берем. И Терезу. Она, конечно, своим минус 50 сопротивлением болезни. Это, конечно, не очень приятно. На привале мы ее тоже не излечим, да, Никим? Минус 50. Ну, то есть, все болезни на нее будут вешаться. Сразу же какое-нибудь бешенство банальное. Ну, а с другой стороны, что мы можем сделать? Мы можем пойти в короткий поход. Но это просто, знаете, как-то, как сказать. Ну, фактически мы тратим неделю впустую. Минус 50 сопротивления болезни. Ну и что? Ну и что? Так, отхила стресса никого нет. Нужно подраться во всех комнатах. В принципе, у нас будет две тут попытки в плане два привала, да. Мы сможем там отхилить стресс какой-то. Тут у нас товарищ лечит стресс сам себе вообще без какой-то проблемы. Нужно только выставить нужные навыки. Нужно вообще посмотреть, что ему больше подойдет. Слушайте, ну и, наверное, давайте мы это уже все будем делать в следующей серии. Хотя у него боязнь чаще есть так-то. Плюс 20 к стрессу. Ну, с другой стороны, прокаженный стресс особо не должен бояться, да, учитывая его вот этот обряд. Ну, в теории, да, слушайте. В теории так и есть. Ну, просто идти куда-то вот в эти два похода я смысла не вижу. Ну, надо подумать, какие тринки-то тут раздать героям, да, чтобы это выглядело все пободрее. Ну, наверное, так. Ну, это я сделаю за кадром. Прокачать тут всех. В общем, время просто не хочу на это тратить. Ну, что ж, друзья мои, вот такая вот у нас появилась, восстанавливалась. Получилась восстанавливающая психическое здоровье серия. Прошло все лайтово. Болезнь, конечно, к Терезе прицепилась неприятная. Ну, ничего страшного. Прицепилась и прицепилась. Напишите в комментариях, что вы думаете о команде, да, под предка в составе прокаженного разбойника, висталки и арбалетчицы. То есть, как по мне, должно неплохо это работать, да. Либо заменить висталку на оккультиста. То есть, да, это не такой стабильный хил, с одной стороны. С другой стороны, это персонаж, который и сам может дамажить. Там мистика, а он по мистике-то дамажит очень неплохо. Поэтому вот всерьез, я думаю, чтобы брать Авицену... Товарищ-то неплохой. То есть, у него плюс 35% бонусного урона против мистики и 13% крита. Это может мне пригодиться. Плюс, да, там бездомная артиллерия, лечение, ну и какая-нибудь метка. Метка под кого? Под разбойника, под его пистолетные выстрелы. А, ну как под кого? Под арбалетчицу, под мушкетерку. Да, кстати, оккультист смотрится интересно. Ну, в плане лечения не очень это стабильно. С другой стороны, есть какой-то страховочный вариант у арбалетчицы. И есть самый хил у прокаженного, что тоже может помочь в какой-то момент времени. Ну, написали мне в комментариях очень интересный вариант прохождения. На самом деле, четвертого темнейшего подземелья с предком. Но мне нужен крестоносец, а мне его не дают. Причем мне нужен крестоносец, слушайте, а если мне его дадут? А если мне его дадут вот первых уровней, да? Имеет ли смысл мне его брать? Может мне просто собрать команду? Ну, грубо говоря, чтобы у меня была команда, с кем его можно сразу отправить? То есть взять какого-нибудь шута еще? Не знаю, кого. Чумную докторшу второго уровня сразу, чтобы она могла там побольше наносить. Такая себе команда, да? Шут. Чумная докторша. Нет, чумная докторша, наверное, нет. Ладно, кто-нибудь еще придет. В общем, кого-нибудь мы еще вытащим. Взяли штаб, взяли ресталку. Все. Не буду больше отнимать ваше время на вот эти вот рассуждения. Просто писали мне в комментариях, что да, интересно, как ты чем-то руководствуешься, какая мотивация тех или иных поступков, событий. И вот я сегодня достаточно подробно, да, показал, как это все происходит. Такие рассуждения с самим собой, конечно, я понимаю, что с точки зрения психического здоровья и некоторых докторов это выглядит странно. Но сбор в поход происходит именно так. Все, хорошо, друзья. Больше вас не отвлекаю и не занимаю ваше благоценное время. Всем огромное спасибо, кто был со мной, смотрел это видео. Это был Антиквар. Всем удачи и до встречи в темнейшем подземелье на кровавой луне. Готовимся к последнему решительному походу четвертой подземелья к сердцу тьмы. Пока.